На самом деле решиться первый шаг достаточно трудно. Я согласен полностью со всеми, кто переживает и боится. Но это единственный способ делать шаг в своей успешности, потому что либо сейчас, либо никогда. Цветущего вида молодой человек улыбается и протягивает мне руку. За плечами огромный рюкзак, в левой руке складная трость. Честно говоря, когда отправлялся навстречу, воображение рисовало моего собеседника старцем с посохом. Однако сагбенного странника я не увидел. Единственное, голубые глаза неподвижно смотрят в одну точку. Владимир в детстве полностью потерял зрение, но не интерес к жизни. Пока спасали зрение, единственным увлечением было чтение книг. То есть меня читали родители, я их слушал. И книги в основном были про путешествия, отсюда пришла жажда путешествовать, узнавать новые страны и открывать их. Первое самостоятельное путешествие состояло в 17 лет. Это был яхтинг по Байкау. Да, это было непросто, но другого пути нет, говорит ижевский гость. Владимир вполне успешный и состоявшийся человек, женат, обеспечен, много друзей. По словам Воскевича, важно найти пример человека, который может сказать, я смог и ты тоже сможешь. Я такого человека нашел в 17 лет, я встретил незрячего Олега Колпачикова, который учился уже яхтингу, путешествовал. У него был свой бизнес, он был женат, он был успешным человеком, при этом он был полностью слепым. Сейчас Владимир сам стал наставником, волонтером, появилась миссия – помочь потерявшим зрение, веру в себя, преодолеть страхи, начать путешествовать и жить полной жизнью. В каждом городе проводит мастер-классы, радует, что есть обратная связь, признается Воскевич. Довольно часто ученики пишут о личных успехах, а это и есть главный результат работы. Мастер-класс о способах путешествовать самостоятельно, недорого и о том, как преодолеть свои трудности, жизненные и временные. Я провожу в каждом городе, в том числе проведу и в Ижевске, в национальной библиотеке. И ребята всеживающие, не в зависимости от физических ограничений, есть они или нет, могут прийти, послушать, пообщаться со мной, задать свои вопросы. Как правило, в каждом мастер-классе есть люди, которые зажигаются и частенько пишут о том, что они достигли, какое путешествие совершили, кто-то семью создал благодаря мастер-классу. Это тоже всегда приятно, и ты чувствуешь, что это все происходит не зря. Как познавать мир, как передвигаться в одиночку по свету, если ничего не видишь? Этим вопросом задаются многие, признается Воскевич. Да, непросто, но это лишь в начале, потом это уже дело привычки. Преграды существуют в уме, страхи, которые нужно перепрыгнуть. По словам Владимира Воскевича, потеря зрения компенсируется общением. Первое, что я стараюсь делать в любой стране и городе, это познакомиться с местными жителями. Это всегда интересно, это всегда познавательно. Когда нет возможности что-то увидеть, ты можешь получить огромный заряд положительных эмоций при общении, например, с Ижевским, с Удмуртами. Сам Владимир Екатеринбуржец в этом году решил прокатиться по России-матушке, что называется, по полной программе от Калининграда до Владивостока, и вот добрался до Ижевска. Испробовал многие виды путешествий, в том числе автостопом, но это довольно опасно. В одиночку точно не стоит пускаться в путь. Просто ты можешь стоять несколько часов под знаком «установка запрещена». И никто не поймет просто, что вы хотите, да? На быстрой скорости люди не понимают, те, кто едет в эту сторону, не остановятся. Бывало такое, что останавливались и в противоположную сторону подводили, в обратную потом 100 километров. Сейчас Владимир предпочитает машины и самолеты, быстро и удобно. Недавно вернулся из поездки по Европе. Это и Бельгия, и Франция, и Германия, Чехия, Нидерланды, Греция, другие страны европейские. Откуда деньги, улыбается Владимир в ответ на вопрос о средствах для поездок. Просто очень много работаю, признается путешественник. По специальности я учитель математики и информатики. Моя трудовая книжка лежит в трех местах, поэтому я работаю на трех работах. Еще примерно столько же проектов у меня, своих собственных, как и бизнес. Я провожу экскурсии в темноте, то есть это квест для туристов города Екатеринбурга, когда они могут познакомиться с городом на ощупь. Это тоже вид заработка. Я провожу корпоративные тренинги по обучению клиента ориентированных компаний, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Это банки, отели, рестораны. Кроме того, Владимир Воскевич пишет книги, которые также приносят ему доход. Одна из них, путешествие без границ, уже поступила в продажу. Путешествие без границ, потому что путешествие здесь сравнено с жизнью. Жизнь у нас одна, и путешествие тоже. Еще одно увлечение Владимира – языки. Предлагаю выучить приветствие на удморском. Мой собеседник с интересом соглашается. С английским у Владимира не важно, но незнание языка абсолютно не мешает поездкам по зарубежным странам. Есть базовый уровень, общие фразы, плюс телефон и гугл-переводчик. Вообще передвигаться по миру благодаря современным гаджетам стало гораздо проще. Это большое подспорье, признается Владимир. Специальное голосовое приложение позволяет найти все, что угодно. Вот, допустим, я выбираю, куда мне нужно поехать. Ижет в Перми, следующая моя поездка. Нажимаю. Он говорит «Найти поездку», ищет. И выдает, что среднее место. Среднее время в пути примерно 5 часов. Средняя стоимость 300 в час рублей. И приводит список водителей, которые едут сегодня в Перми. То есть я выбираю тот, который мне больше нравится, там машины, которые мне больше нравятся. Созваниваюсь, снимаю, отправляюсь дальше путешествовать. То есть это все доступно для незрячих. Отдельная история – еда. В каждой стране или городе Владимир Воскевич обязательно пробует блюда национальной кухни. С пельменями уже знаком, а вот о перепечах пока только слышал. Вообще любимое блюдо – плов. Кстати, готовит его в Казане, купленном в Болезино. Приехал потом и приобрел шестилитровый, он до сих пор мне служит. Люблю готовить на семью. Достаточно много родственников. Мы собираемся на даче и готовим это блюдо. В Ижевске Владимир Воскевич будет гостить совсем недолго. Сегодня же после мастер-класса отправляется в Пермь.